Итак, Советского Союза, собственно, для его создания не существовало, что и было. Имелось несколько советских республик, связанных с союзными договорами, то есть РСФСР, Белоруссия, Украина, Закавказская Федерация, которая состояла из трех советских республик, азербайджанской, грузинской и армянской, которые были федерацией. И вот уже Верховный Совет этой Федерации находился в договорных отношениях с Российской Федерацией. Кроме того, были Бухарская и Химинская республики и Дальневосточная республика. Остальные республики, которые тоже в большом количестве существовали во время гражданской войны, они на правах автономии вошли либо в РФФСР, либо в Российскую Федерацию. То есть Единого государства не было. И особого желания сливаться в какое-то Единое государство кто-то желал, кто-то нет. Само противодействие слияния в одно государство было довольно сильным. И вот здесь у нас есть Дальневосточная республика. В мае 1921 года в Дальневосточной республике, в Владивостоке, в Спаске, произошел антисоветский мятеж. И мятежники были сразу, гвардейцы, поддержаны японскими интернетами. То есть создано было по руководству Верхового правительства. Военные силы возглавлял Семенов. И в то же время на территории Дальневосточной республики с территорией Монголии, в направлении на Чатулку, в Турксе, Барон, Унгер. В декабре 2021 года белые успешно уступают на Хабаровский Чатулку, если не берут эти города. Но уже в январе-феврале 2022 года сначала армия Дальневосточной республики под командованием Плюхера громит белых под Волочаевкой, затем в феврале громит под Спаску. Когда белогвардейцы были разбиты, японские интервенты бежали с ним, то есть срочно оттуда уходились. И вот 14 ноября 2022 года Народное собрание Дальневосточной республики издает постановление о вхождении в состав РСФСР. То есть они решают отказаться от независимости, потому что обеспечить самостоятельность этой защиты без помощи Российской Федерации они были неспособны, без помощи РСФСР. Это, собственно говоря, служило и, скажем так, серьезным толчком к росту вот этих вот центростремительных действий в остальных советских республиках. Кроме того, большевики, они прямо во время войны занимались активно государственным строительством. Например, в 1922 году в постройке находятся обновленно семь крупных электростанций, не считая мелких. То есть осуществляется план БО. К этому плану, по сути, присоединяются все советские республики, кроме, пожалуй, Туго и Нидуэль. Потому что подтянуть плат электрификации по отдельности никакая республика, в общем-то, не рассчитывать. Это реально для РСФСР, при том, что в большем кругу, для остальных республик это вообще не главное дело. Поэтому план БО выступает фактически как при создании Евросоюза выступил металлогический трест между Германией и Францией, когда создавалась общая промышленная, по сути, зона. И вот развитием этой зоны является появление, допустим, Европейского Союза. В советских республиках таким локомотивом оказался план БО. И, кроме того, допустим, из выступления Орченикидзе на съезде заветов Затавказской Советской Федеративной Социалистической Республики. Он рассказывал как раз там о том, что в 1921 году 8 миллионов золотом техническую помощь оказала РСФСР за Кавказью. И далее, уже в 1922 году, 800 тысяч рублей золотом на трактора для Южного Азербайджана, 640 тысяч на восстановлениях лоководства в Армении, 700 тысяч на строительство электростанции в Тбилиси. То есть экономическая помощь в СФСР в адрес Республик Закавказья. Такая же помощь оказалась и другим Советским Республикам. И вот теперь мы можем перейти к автономизации. Когда рассматривалась сама идея объединения всех советских республик в одно государство, первоначально был предложен план, по которому остальные советские республики вступают в состав РСФСР в качестве автономии, как это сделали уже многие другие республики. Обычно это называют планом Сталина. На самом деле этот план, он как бы рассматривался как основной. Но здесь нужно помнить о чем? То, что РСФСР и основные советские республики были именно республиками. То есть никакой Сталин там решений не применил, а того же какие-то. Там было коллегиальное управление. При этом были отдельно партийные, отдельно советские органы, которые тоже не всегда совпадали по взглядам. И поэтому сказать, что, мол, Сталин хотел сделать так, но Ленин ему не дал, это, в принципе, сказать невозможно. То есть у Ленина не было полномочий, допустим, взять что-то с Казахстаном или заставить сделать конкурс. Именно так, как было сделано. Когда разрабатывался план по созданию единого государства, первоначально идеи этого плана были сброшены во все советские республики. И вот за автономизацию выступили из Закавказья, Азербайджан и Армения. И выступила также за автономизацию в целом Закавказская Федерация. То есть вы помните совет Закавказской Федерации. Но, например, Грузия выступала против автономизации. И это возило распада, собственно говоря, и Закавказская Федерация тоже. И против выступала Украина. Белоруссия просто сообщала, что ей полностью устраивают существующие договоры. То есть взгляды в разных республиках были разные. Если бы был спринят Сталинский план по автономизации, то Советский Союз, возникший, был бы заметно меньше. То есть он был бы без Украины, Грузии и Белоруссии. Вот Ленин Леевский возник был против такой идеи, считая, что государства должны быть равноправными. То есть не присоединяются к России, а вместе с Россиями приняются вот их собственность. То есть он предложил практически такую идею, которая, как я уже сказал, реализована сейчас на Преобъемом Союзе, но только более серьезно правильным. То есть было предложено создать на РСФСЕ и остальными республиками дополнительную настройку, которая идует за тем самым союзным государством, куда все республики поступят на равных основах. Эта идея понравилась гораздо больше, то есть против нее не выступала практически ни одна республика, и была создана комиссия по разработке конституционных основ Советского Союза, будущего СССР. В комиссию входили, ну как, там довольно большая комиссия была, наиболее известные лица это были Сталин, Каликин, Киров, Арджоникидзе, Фронзе, Чечелин, ну и многие другие. Чем были, опять же, может возникло такое мнение, что опять же РСФСЕ решает за другие выступления. Например, Фронзе выступал от имени Кокранина, Арджоникидзе от имени Закавказской Федерации, Киров от имени Азербайджана, из Бурганской Комиссииской партии. То есть представлены были, как раз таки, именно все республики. И вот когда разрабатывался клад, и опять же был спущен на все страны республики, уже как устраивающие, то первым выступили за создание Советского Союза, то есть приняло решение о создании Советского Союза и вступление. Это Буцит ОССР, то есть Всеукраинский центральный исполнительный комитет. Там с докладом на эту тему выступал Фронзе. Это 10 декабря 1922 года. В этот же день съезд Советов Закавказской Федерации, там с докладом на эту тему выступал Арджоникидзе, и Центральный комитет Коммунистической партии Азербайджана, там Киров. Спустя 4 дня, 14 декабря, Всебелорусский съезд Советов уже он принимает решение о вступлении в Советский Союз. 18 декабря пленум ЦФК РКПБ утверждает проект. То есть о том, что вступать в состав Советского Союза, часть республик заявила еще до того, как был окончательно прожжен проект. Вот 23 декабря 10-й съезд СССР принимает решение о вступлении в СФСР, то есть Российской Советской Федерации Советской Республики, в состав Советского Союза. И 30 декабря 1922 года состоялся первый съезд Советов. И, кстати, равноправие и равноправие между республиками, но так как это было именно позиционировано Советское Союз как государство народной демократии, то главное было это представительство народа. То есть съезд Советов СССР, кстати, первый съезд Советов, у нас часто люди говорят, что был при Горбачеве, да? Вот он был 30 декабря, и все, 22 декабря. За долго. Так вот, и вот на этом Первом съезде делегаты от СССР составляли 1727 человек, от Украинской ССР 364 человека, от Закавказской Федерации 91, от Белорусской ССР 33 человека. Вот, собственно, так возникал Советский Союз. Вот так можно посмотреть на наличие или отсутствие МИН при создании Советского Союза. То есть система, при которой в Советский Союз вступают равноправные республики с правом выхода, это не раскол Советского Союза, а именно создание. Потому что к концу гражданской войны, имея общую Красную Армию, страна пришла именно в виде нескольких государственных образований, связанных с союзными договорами. Например, как сейчас Международная Федерация и Белоруссия. Вот, что хотел бы рассказать о возникновении Советского Союза. Давайте уже просто беседуем, потому что при начале заявлялись вопросы и ответы. И тишу. Давайте. Может, я приближаю чуть-чуть дальше, но хотелось бы услышать Вашу формулировку. О чем заключается, я так посмотрю, всемирно-историческое значение образования Советского Союза? Всемирно-это означает мировую историю человечества и масштаба всей территории. Если оно не действует, то в чем это надо сделать? Заключается оно в том, что, во-первых, возникло первое государство, трудящееся, то есть где запрещена эксплуатация человека человеком. И при этом возникновение государства на равноправных основах, кстати, например, та же самая ТУРА, она не вступила, то есть там была уже Советская Республика, но она не вступила ни как автономная область, в России, как Союзная Республика. Но она вступила впоследствии в 1342 году. Здесь было показано, что возможно, когда люди сами будут решать, как им жить, как единяться. Впервые право на самоопределение, правда, неполное, было прописано в Соединенных Штатах, когда образовывалось это государство, но после гражданской войны в США это, в принципе, превратилось просто в пустые слова. То есть те штаты, которые захотели отделиться, такой возможности не получили. В США была тяжелая гражданская война с закончившейся поражением конфедерации. В Советском Союзе само это право выхода из состава государства ни разу не было использовано, то есть ни разу даже не поднимался вопрос о выходе из состава Советского Союза. Когда шла речь о том, что будет происходить, допустим, в Прибалтике, там как раз именно местные власти в итоге проголосовали за присоединение к Советскому Союзу. Что мы сейчас не рассказывали, но сам факт. Например, в той же Эстонии до прихода советских войск было долгое правление скажем так, пожизненного президента, который полностью распустил местный парламент, пусть ликвидировал его, и больше войны народа воспринимал приход советских войск, как и субборщиков, то есть там вот эта фашистская диктатура, мягко говоря, она не может устроить. Вот к Советскому Союзу присоединялись территория вот это просто Тува, Эстония, Латвия, Литва, и ни одна из территорий не пыталась выйти из Советского Союза и объявить о своем суверенитете. То есть эти разговоры, о суверенитете начали говорить тогда, когда пошла перестройка и начали снова разыскачивать эту церквалистическую тему. То есть кому-то что должно принадлежать, кто кого порвит. То есть нарушался сам принцип существования Советского государства, что и при уроке было исправно. Ответил? Скажите, насколько сильно были предпосылки для распада СССР и возможно было бы сохранить его в СССР в каком-нибудь более-менее том формате, в котором он существовал? Дело в том, что Советский Союз на разные периоды своего существования это по сути разные государства. То есть если мы говорим о Ленинском периоде, то есть в 20-е годы, то это государство Советов, то есть действительно высшего власть существовали Советы, управление государством осуществляло съезды Советов, которые собирались достаточно уговерно, между съездами управлял Центральный Исполнительный Комитет, который этим самым съездами и назначался. То, что называется Сталинский период, то есть 30-е и 40-е годы, там уже сама система власти Советов оказалась несколько подобной. То есть был отдельно создан Верховный Совет и отдельно действовали местные Советы. То есть если раньше съезд Советов по какому-то строительству как для всех Советов собравшихся в этом месте, то здесь уже Верховный Совет никак не был связан с Назовыми Советами. То есть это две были независимые и соответственно власть Советов стала слабее, власть государственных чиновников, государственных деятелей, которые возбудили в руководстве, стала сильнее. при Хрущеве фактически власть Советов была как таковая ликвидируема, то есть стала власть чиновников. То есть руководители управления, крестов, они решали практически все вопросы. Более того, неудачнее было как раз таки реформа колхоза, с укреплением колхоза, и роль Советов свелась фактически до местных локальных органов самоуправления, которые никак не могли управлять на общее управление государством. И вот когда этот процесс пошел, то есть советское государство по сути перестало быть советским, оно еще остается социалистическим, оно перестало быть советским. Это идет отстранение народа от власти и переход власти в руки чиновников. Это дело уже неизбежно реставрацию капитализма. Когда идет реставрация капитализма, она идет всегда на циналистическом розыске, и раздела к тому, что принадлежит. И в результате распад Советского Союза в это время был уже практически неизбежен. То есть Советский Союз как и возник в соответствии с марксистской теорией, так и распался в соответствии с марксистской теорией. И скажем так, во время Горбачева остановить процесс было уже на мой взгляд не вяк. То есть нужно было чистить всю верхушку. Это кстати еще насчет чистки верхушки. Дело в том, что прихвучило принято перерешение, по которому КГБ не могло вести расследование гадрес высших государств. То есть высшая ментатура стала неприкасальной. Это тоже неизбежно будет привлечь как раз удельных князьков, которые пытаются поменять у нас концепты. В ходе мировой революции Советский Союз должен расшириться или устраниться в результате? Мировая революция рассматривалась как бы в двух вариантах Советского Совета Гражданского или Сразу Кустынии. Один вариант это вариант Кроцкого. Который считал, что Советская Россия еще вообще не готова к социальности, недостаточно развита, и поэтому нужно использовать возможности русской революции, чтобы использовать эту кростопку для европейской революции. То есть действительно Россия должна была в какой-то мере быть принесена в жертву революции. Это по-троцкому. Если мы берем по-линину, то это постепенное развитие революции. То есть то, что впоследствии реализовывалось расширением социалистического лавра. То есть поддерживая мировая революция это не то, что мы бросаем куда-то свои войска, которые должны взять Перлин или Вашингтон и там поднять красный знак. Это означает, что Советский Союз через соответствующие органы перчинского интерна оказывает поддержку коммунистическому движению во всем мире. Например, коммунистической партии Китая во время Второй мировой времени переднего. И после победы революции эти страны оказываются естественными союзами СССР и дальше продолжают распространять социалистическую советскую систему. То есть революция должна было выглядеть именно так. Практически это прекращено было опять же при товарищем Крюшеве, когда как ключевой стало рассматриваться мирное сосуществование двух систем. Продолжение темы мирного сна. Это только сзади. Потом вы. Когда вы нам объясняли о том, что инициатива образования Советского Союза во многом принадлежала составным частям, вы называли людей, которые вы понимали решение. Но это уже активная функция, справенная единая дисциплина, едиными взглядами. Его называли Киев, лоджники, киевы, киевы, киевы. Как я не понимаю, они могли. Это был организационный момент, который организован был, в общем-то, как трибольницы совершились небольшие группы организованных хорошо отрядом и образование возможно Советского Союза, оно было организационным моментом, который совершили большинги, контролируя ситуацию на местах. Если там было легко писать, были другие люди ничего не кучат, значит, это первый вопрос. Это мне кажется, что из вашего объяснения все. А второй, за всяким образованием историческим, мы знаем много империи империи, государств, образовывались, существовали, внести вклад различных цивилизаций, там рассыпались, всегда существует фактор не столько идеологической, сколько материальный фактор. Вот обратите внимание, что Советский Союз образовался на основе империи Российской, которая была больше Советского Союза, как мне кажется, там ушла. А образование Советского Союза это был такой момент, который затрепил подведу гражданской войны, в конце концов, и за этим стояло что, дальше нужно было не воевать, дальше нужно было развиваться, то есть встречалась экономика. И мне казалось, что этот фактор... Можно короче задавать вопросы, просто вы не оденны. они все-таки нужны материальные характера, а не такой эволюционной как только женщины. Может быть мне все-таки ответ на вопросы? Да. Спасибо за разрешение. На тему экономической основы я как раз начал специальность предпосылок, где ключевым моментом указал план Гойл-Ро, то есть общую электрификацию. Потом привел цитаты из речи Арджиникидзе о помощи РСФСР остальным республикам. Это экономическая основа? Экономическая. Я говорил сначала о ней, организационная пошла позже, то есть как это оформить. И кроме того, как рассказывают о Невосточной республике, как раз к возможности вопроса безопасности. Дело в том, что ни одна из республик не могла чувствовать себя в безопасности отдельно. То есть ни Украинская СССР, ни Белорусская СССР, Незокавказская Федерация, потому что по отдельности они были слабы и легко могли бы быть оккупированы белоквардейцами при серьезной поддержке интервентов. Как это происходило в Дальневосточной республике? Почему я сказал, что Дальневосточная республика тоже сильно присутствовала образованию событий Дальневосточной республики, образованию Советского Союза? То есть на первое место я поставил безопасность, на второе место экономика. Вы почему-то решили, эти организационные решения. Да, большевики победили в гражданской войне. Им подчинялась Красная Армия. То есть Рабоче-крестьянская Красная Армия это военная сила большевиков. Правильно? Другое дело, что эти большевики победили во всех советских республиках. Но вот взгляды на дальнейшее развитие этих республик у них были разные. И то, что они спали партийной дисциплины не мешало им благополучно. Поэтому вопрос долго спорить, обсуждать его. Когда потребовалось очень серьезно, Ленин очень серьезно подошел к вопросу того, что нельзя в каком случае использовать подход автономизации. То есть доказывал, убеждал, потому что приказать не мог. Убедил. И вот тогда совместно большевики, как российские Советские Федеративные Социалистические Республики, так и большевики других Советских Республик начали разрабатывать план. Да, они представляли одну партию, но они представляли разные республики. Что здесь не так? По-моему, все нормально. Я ответил на Ваш вопрос. По-моему, на степени. Тогда теперь Ваш вопрос. Просто там успели раньше Вас. Еще страшно, у меня два вопроса, а может, скорее, даже три. Первый, развернутый, два покороче. Давайте, Вы задаете вопрос, я отвечаю, вы задаете следующий. Хорошо. изучая работы Фенгельса и Ленина, я считал, что государство это и есть аппарат предъявления правящим классом всех остальных. И социалистическое государство, это же объявление, оно должно было быть скорее как инструментом противодействия к эксплуатации других капиталистических государств. и я всегда думаю, что Ленин именно исходя из этой финансовской позиции и партия большевиков организовывали государство не считает. Насколько это не разоглючило дело? Понимаете, почему-то все пытаются считать, что социалистическое государство не является инструментом подавления предметения и не действует в интересах правящего класса. Оно в этом плане ничем не отличается от капиталистического или феографии. Просто правящий класс. В данном случае правящим классом является пролетариат и союзное его христианство. То есть действует в интересах христиан, которые зарабатывают своими трудом и в интересах трудящихся. То есть рабочих, вместников, госслужащих. Это какие были интересы. Дальше. Было ли Советский Союз государством подавления и улетения? Конечно было. То есть подавлялись те же самые выступления кулаков. Правильно? Была антикулацкая программа раскулачивания. Это же людей подавляли. Они хотели честно зарабатывать, ограбляя своих односельчан, подминая под себя землю и обкладывая своих односельчан налогами. Ну, не налогами, долгами. Выбиваете долги с помощью подкулачников. Вот цапки, допустим, тоже нормально на купании. Это классические кулаки, чистые. Правильно. В то время таких кулаков государство централизовано подавляло. Кроме того, использование тех же самых вкладов непревоспитания заключенных на работах и интересах государства. Это же угнетение, правильно? просто здесь речь идет о том, в чьих интересах работает государство. Коммунистического государства быть не должно. То есть при коммунизме люди уже находятся на фоне самоуправления. На переходе к коммунизму государство если остается, то оно все равно является инструментом подавления. Второй вопрос. Что? Да, это тоже подавление и тоже имевшее свои причины. Понятно. Государство действует в интересах большинства. Понятно. Второй вопрос. Не в большинства интересах трудящихся. Здесь ключевой момент. Потому что это государство пролетариата и союзами могут трудящихся в кристианстве. Правильно? Потому что большинство но я не знаю. Есть допустим в каком-то государстве вот есть допустим Саудовская Аравия. Там собственно граждан которые живут там постоянно трудящихся в большинстве. То есть они живут на ренту. Но государство там действует в интересах. Можно сказать что большинство полноправных граждан. Второй вопрос был такой. Под кем причинам будем готовить третий интернационал и комминтер. Третий интернационал вроде бы деятельности свертывал деятельность комминтера. Комминтер свертывал свою деятельность по договоренностям союзникам по антигитлеровской коалиции. Потому что это вызывало очень сильные противоречия между воюющими сторонами. Например ситуация с тем же самым Китаем или комминтер союзник со странами России. Но при этом комминтер очень успешно продерживал мистическую партию Китая в 8-м зубе подвес этим самым комминтером. То есть сохранение комминтерна грозило распадом антигитлеровской коалиции. То есть это был вынужденный шаг. Я, например, не считаю, что этот шаг был правильным. Как в этом случае отказаться такого шага тоже представить довольно слишком. Третий вопрос есть короткий. Создание СССР как вы говорили материальным фактором было одним из вопросов. Вопрос следующий. Сейчас в 21-й век когда мир изгибает противоречив и все линии может ли выступить таким планом скажем космическая экспансия на Луну или на Марс или скажем не так. Какая идея смогла бы объединить на размер все человечество в 21-м веке? Вы знаете, что является что такое богатство? Давайте попробуем эти определения и продолжим отвечать на вопрос, если вы с этим определением согласитесь. дело в том, что просто наличие допустим хорошего дома или дорогой машины богатством не является всего лишь достаток. Согласны с этим? Согласен. То есть богатство это когда материальное состояние богатого уважаемого человека дает ему власть над другими людьми. Так? Так. Тоже согласны. То есть это что означает? Что на самом деле ключевым элементом богатства является наличие бедных над которыми тебе твое богатство дает власть. То есть на каждого богатого должны быть сотни тысяч бедных. Потому что иначе это не богатство будет всего лишь достаток. И вот у нас сейчас капиталистический мир, где управляют богатые уважаемые люди. Скажи что-нибудь может их остановить даже типа общей трагедии общей беды. Например Первая мировая война продолжалась несмотря на то что в Европе началась эпидемия Испанки. Первая мировая война внесла 10 миллионов жизней. Эпидемия Испанки 24 миллиона жизней. Но начало этой эпидемии не послужило причиной остановки войны. Правильно? Потому что сначала нужно разбить противника ограбить его и все поделить. Без этого не считается. Так вот пока земли восстанавливать. Я не уверен что богатые уважаемые люди друг с другом договорятся. Они сначала попробуют покинуть кому основные прибыли, кому доходы и так сказать, кто удержит за собой власть. То есть мешает нормальным естественным уменьшим людям, которые спокойно могут жить в мире вне зависимости от цернаности или испытания и дочек. Мешает вот это как раз желание все поделить. то есть частное собственность на средства производства и кто будет властвовать. Именно этого боялся Ленин тогда выступал против закона автономизации и выступал что союз должен быть обязательно именно равноправным. Твой вопрос ответил. Спасибо большое. Вот такой вопрос по поводу распада союза. На мой взгляд несмотря на объективные экономические методы причин были еще идеологические. Вот одна из таких идеологических причин это так называемый большой террор. Многие склоняются к тому что он был вреднее большинство но некоторые говорят что он нужен обманули верховного вот ваше отношение к большому террору. Ну первое то что называется большим террором произошло как бы это сказать по-моему лет за 50-е перестройки да? за полвека за два поколения то есть уже по этому прямой связи уловить здесь довольно сложно. Во-вторых когда говорят про большой террор называют обычно какие-то сумасшедшие числа по поводу репрессивного да? Во-первых когда началась та самая перестройка из телевизора выступала женщина министра юстиции которая заявила что было по-моему 9 миллионов у нас стреляно и город 15 что-то не помню же цифр умерло в лагерях на самом деле во-первых цифры самого этого большого террора сильно завышена цифры есть у земского то есть за все время существования Советского Союза было приведено в исполнение примерно по-моему 680 тысяч смертных из них подавляющая часть во время этого большого террора то есть никаких миллионов речи не шуток так вот дальше второй момент сами решения эти были зачастую вынуждены то есть связаны как раз таки с тем что стороной завода последнего класса и перекосы в большом терроре были признаны ошибкой еще тогда то есть в 38 и те кто в этих эксцессах большого террора были виноваты во главе с товарищем были распределены правильно они кстати тоже теперь жертвы большого террора так ведь и поэтому считать что это привело к распаду Советского Союза но я бы не стал почему потому что нигде ни в одной из республик во время так называемого большого террора не было ни малейших выступлений националистического толпа типа за отделение от Советского Союза не надо то есть если большой террор влиял то должно было как-то сказаться а вот допустим рассуждение о том какая республика кого кормит в 80-е годы я думаю те кто здесь постарше в 30-е годы что-то помнит эти разговоры как раз время 80-е годы кто помнит можете поднярую что хватит украине кормить Россию уходят России кормить Среднюю Азию и так далее то есть многие вот это как раз очень сильно помогало раскачивать государство то есть когда мы начинаем считаться это наша а это ваше вот собственно это и было если брать идеологически основную причину с точки зрения идеологии вторая идея это типа того что каждый человек может стать богатым это вот когда людей обманули сказав что каждый может стать богатым забыв сказать что станет в лучшем случае один из тысяч а то и один из миллиона а остальные будут бедными благодаря которым богатые и существуют вот это сказать забудут то есть стали мечтать люди о том чтобы разбогатееть заняться бизнесом эксплуатировать другого человека правда в итоге все равно оказалось что те кто об этом мечтали их же эксплуатили то что богато вот это был второй речек то есть вот морковка о том что каждый может разбогатить это был второй речек идеологический который развалился в СССР очень вот Борис вот такой вопрос поздняя СССР получается как бы развалился в том числе потому что он начал переходить на рельсы капитализма нам скажем так начали подсовывать образ жизни американский вот почему тогда Соединенные Штаты Америки они не обвалятся допустим а мы к сожалению такая получилась трагедия хотя ну по сути говоря вот вы рассказываете у них тоже это все вот это желание разбогатеть желание богатства желание выбиться там занять высшее место в эраке и так далее США во-первых грабит весь мир в таких странах которые успешно грабят весь мир в них обычно все более-менее спокойно именно за счет того что ну как по самому капиталисты в подобных странах плавленных державах могут дать ренту своим рабочим то есть практически тем подачу это как раз когда Ленин выводил теорию о том что не в самых развитых государствах госсоциалистической улице а в слабых звеньях в цепи империализма кроме того Соединенные Штаты через это проходили я уже упоминал гражданскую войну США которая была кстати связана с совершенно колоссальными потерями с полной мобилизацией мужского населения в Южных Штатах и почти племной мобилизацией в Северных Штатах война которая шла несколько лет кто читал допустим художественное произведение «Весеный ветер» там как раз именно об этой войне о всех ее пронести вот если мы возьмем допустим другие капиталистические страны ну вот есть допустим была страна Чехословакия сейчас Чехия и Словакия была страна Югославия я даже сейчас не смогу вспомнить сколько именно там образовалось государство и там считать косами или нет это тоже капиталистическое государство здравление бывших постсоветских республик то есть отделилась Грузия а потом от Грузии отделились допустим Южная Осетия и Амгазия еще Джаря пыталась отделиться с Ньюгославия то есть этот процесс он как бы вполне себе распространен кстати вот сейчас вторая волна пошла попыток отделиться ну Каталония отделиться от Испании тоже наверное слышали ну то есть процесс распространенный обычный про Шотландию Уэлис и Ирландию это даже можно не говорить там это никогда не превращалось вот собственно еще можно вопрос не спрашивать спрашивай следующий вопрос по поводу разграблений вот ну как бы на мой взгляд последнее событие возможно направлено на то что скажем так разграбит нас вот если если у них получится сразу хочу сказать два момента первое задавать вопросы вы можете по любой теме в принципе потому что ну как тут кроме тех которые касаются современных и клинических событий я просто не обсуждаю темы где все равно нельзя озвучивать несколько точек зрения можно озвучивать только даже если есть не согласие это все равно просто будет означать ну как что все равно озвучивается только одна точка зрения поэтому обсуждение современных событий оно вообще душево смысла то есть если мы получим две точки зрения одна из этих точек зрения будет уголовно наказан правильно мне это не нужно вам это тоже так вот и второй момент я не обсуждаю собственно говоря как бы свою личную жизнь потому что считаю что она потому и личная чтобы ее ни с кем кроме близких не обсуждать все остальные вопросы мы можем сейчас спокойно обсуждать потому что на самом деле меня пригласили первым началом на встречу с подписчиками и читателями в режиме вопрос-ответ и уже в последний момент мне сообщили что оказывается мы будем говорить про Советский Союз и его возникновение и поэтому я принял собственно решение сделать коротенький обзор по Советскому Союзу единственную лекцию а дальше просто поотвечать на вопросы это можно обсуждать любые исторические события могут быть кроме тех которые происходят прямо сейчас не, можно и которые прямо сейчас но это допустим Тайвань там Светаин там Южная и Северная Корея о чем-то но у меня немножко это просто не совсем нет а вот здесь уже какой-то нет а вот здесь и затем я не могу сказать Ваш поднёс состоится ли на жизни наших поколений распад ЕС и Соединённых Штатов если Соединённые Штаты утратят мировую гегемонию и не смогут таким образом обеспечить ренту своим глядящим они вполне могут распасться то есть а это зависит от того как будут складываться дальше отношения между Соединёнными Штатами и Китаем то есть если Соединённые Штаты ну почему сейчас вообще начинаются все эти события вокруг Таймани потому что Соединённые Штаты являются мировым гегемоном имеют самый большой военный бюджет состоят из военного блока который объединяет три четверти всех вооружённых сил по сути планеты Земля и имеют с этого огромные бонусы то есть основной экспортный товар Соединённых Штатов на протяжении уже почти 100 лет это зелёная крашеная бумага нерезанная прямоугольником сейчас даже не бумага а просто циферки начнут то есть то что доллар является мировой резервной валютой она является мировой резервной валютой потому что Соединённые Штаты являются мировым гегемоном из этого Соединённые Штаты получают колоссальные прибыли то есть те операции которые происходят с долларами они все приносят прибыль Соединённым Штатам а вот допустим получили часть операций которые проводятся в Африке там используются франки и сифа и миссии которые занимаются национальный банк Франции там получают прибыли Франции то есть вот это как раз как идёт грабеж Если Китай, который сейчас уже по реальному промышленному производству обогнал Соединенные Штаты, и догоняет по технологиям и по общему, так сказать, валовому продукту, если он обгонит Соединенные Штаты, то он довольно быстро обгонит их в ВНП. Соединенные Штаты решатся недумания, то перестанет к этим дезинфицированным Соединенным Штатам. И в этом случае Китай станет с новым днем, Соединенные Штаты с большой вероятностью разваливаются. Это может произойти и на нашей жизни. Но американцы этого не хотят. Поэтому, так как они сейчас имеют самые большие вооруженные силы, самые мощные в мире, и с этого мощного военного союза, они считают момент подходящим для того, чтобы спровоцировать Китай в войну и бомбить его в каменный вверх. Для чего, собственно говоря, все прятские вагу в Тайване и устраиваются. То есть раньше американцы, видно, считали свою кровь недостаточно готовым, поэтому действовали более осторожно. Мы сейчас, наверное, считаем, более готовы, и поэтому устраивают провокацию за провокацию. Вот начиная с этого сама визита Пирос сейчас, с развернутыми дополнительными вооружениями на Тайване. То есть речь идет о том, что все идет. Вот если Соединенные Штаты какие-то не устроят эти войны и сдадутся в гонки за мировое господство, либо устроят войну и проиграют, они с большой вероятностью распорудутся. Я думаю, что, на ваш взгляд, считаете ли вы, что будут объективные основания, чтобы полуоботную историю наших Советского Союза и, так сказать, скорректировать нюансы, убрать термин, что Советский Союз развалился, потому что разваливается нечто, которое лежит в лобке и так далее. Почему? Потому что референдум проведенного, вы знали, да? По Советскому Союзу, он очень образначен 80% тех условиях, когда люди могли выражать свое мнение совершенно спокойно, они четко сказали. Что Советский Союз убыт, но тем не менее, его все равно... Это объективная вещь. Второй момент, что он, значит, особенно... Ну, я все-таки скажу про сегодняшний юбиле, юбилея, он любит всегда говорить, что Советский Союз развалился, например, Глянин, заложил мину, и, во-вторых, как он недавно высказал, что партийные, выходцы из партийной элиты, ну, иметь Ексен, Савченко, Шушевич, они развалили Советский Союз. Хотя, извинящее, мы должны многие помнить, что первый был удар нанесен Горбачеву и Якову и так далее, по партии. И с подачей вообще всей, вот так бы, Савченко войской комитетами, как вы помните, была отменена 6-я статья Конституции, Конституции, то есть партия подвинула от власти, и поскольку партия была носительницей идеологии социализма, а Советский Союз был социалистическим государством, и после этого все, наступил вакуум, и, как говорится, появились Немцовы и так далее, я не буду в их порядке. Ну, я понял, вопрос. Так, как раз, вот ведь, а это все была организованная политика, вы знаете кого? То есть развалился, или была совершенно продуманная диверсия, значит, и поэтому не развалился, а развалили. Понимаете? Да, я предлагаю. Можно, например, у меня есть полфакты, которые... А давайте я попробую уже ответить. Да, да, да. Так вот, первый момент. На тему используем термин. Был Советский Союз, сейчас на его месте целая куча государств, да? Примерно два десятка. Это даже больше, чем на момент. То есть, де-факто развалился, как бы мы это ни называли, типа, был разрушен, демонтирован и так далее. Это всего лишь слова. Одни более видны другие мнения. Сам факт. Советский Союз развалился. Ясно, что само по себе это не происходит. То есть, в развале люди поучаствовали, да? Так вот. А насчет второго момента. Я здесь с вами полностью согласен. Тем более, что вы знаете, какое первое государство заявило о своем суверенитете от Советского Союза? Да. То есть, началось, собственно говоря, не с других республик, а именно с Советского Союза. Вот насчет партии, с вами, категорически не соглашусь к учению. Ну, потому что разгорел эту партию уже Горбачев, да? Чистость партии за время перестройки очень сильно выросла за счет Горбачевского призыва, так? Можно ли напомнить этот момент, когда в партию брали кого попало? Кстати, тогда в партию вошли, допустим, такие лица, как Собчакова, да? Можно тогда с толщиной партии сразу, так сказать, окопнуть по старой. И, кстати, нынешнего первого, которого вы упомянули, он как раз таки в его окружении. А так, да, именно, действительно, вот эта вот партнерна макартура разворачивала Советский Союз, это дело. Другое дело, что у них было отношение ни к коммунистической идее, но реальной коммунистической партии уже нет. И, если вы, вот извините, значит, когда прокурор пришел, я печатал, мне кажется, все подслужные, все отлично. Это 21-22 августа. Это еще два главных частей Советского Союза. И поэтому уже партия, Ельцин, уже сокращена. До этого уже статья 6-я была приняна. И мне директор института говорит, так, Савсидь, что делать теперь? Все члены бюро у нас, главное, это скульптарация. А теперь, как с вами взаимодействовать? И так по всей стране произошло. Разумеется. Все, партия перестала, ну, была разрушена. А там, Савсидь, это все как было. А в Советском Союзе, уже позже, они же потом когда подписали? Уже не было... Дело в том, что я верю, что в Советском Союзе, в Советском Союзе, в Советском Союзе, она очень сильно деградила. Она не способна, она перестала быть революционной партией. Там были люди, которые были за коммунистическую идею, за сохранение социалистического государства. Того же самого Легачева можно вспомнить, да? Но это просто были лица отдельных партий. Их было довольно много, но они никак не были связаны. Отсюда, кстати, и провал, то, что некоторые называют попытки переворота, провал ВКЧП, хотя на самом деле ВКЧП это все руководство Советского государства, за исключением одного Горбачева. То есть назвать это переворотом немножко странно. Но такие мероприятия тоже делали. Первого не было дома, когда на партах, там нет себе пьянца. Я же говорю, в данном случае такие мероприятия партия коммунистическая и Советского Союза делают, тоже уже разучились. Это были крутые бойцы времена Ленина и Стандарта. Какие еще вопросы? Давайте по порядку. Вопросы? Сочнее нового мнения, что после похода Крара в 19-го года был в том числе и асплуателе тем, что где-то там еще местные коммунисты могли утратиться, это точки зрения нет равнолюбия, или скорее это? Право на жизнь имеет любая обоснованная точка зрения, но это точка зрения, на мой взгляд, не опасна. То есть, во-первых, речь о Германии в это время швел, скорее, не Ленин, а Троцкий, во-вторых, сам поход против поляков во гражданскую войну, он был вызван в первую очередь деятельностью поляков, потому что поляки получили независимость сначала от Германии, когда в 15-м году территория Курса была оккупирована, а затем эта независимость была подтверждена Антантой, и по границе Польши были определены по линии Керзона, то есть по месту, где преобладает польское население. Но поляки, они же не могут жить нормально, вот как раз их очень сильно развит национализм, в стране, в которой населена поляка, им нужна Польша от Можи до Можи, то есть от Балтики до Черного моря. И они начали, ну, жизнь без быдла не сладка, то есть хочется чувствовать себя вполне реальной державой, держать близлежащий народ и в качестве быдла завоевывателя. И поэтому они попытались захватить Украину и Белоруссию, потом целиком. Потерпели поражение от рабочих христианской Красной армии, стали отказываться. И вот здесь как раз у нас великий полководец Курчевский допустил сразу несколько ошибок, то есть, во-первых, недооценил силу противника, во-вторых, устроил наступление по двум расходящимся с единическим направлениям, и, в-третьих, тупо промахнулся мимо Варшавы. То есть, часть Красной армии из того, чтобы выйти в Варшаве, где слетачивались польские силы, стали проходить севернее Варшавы и, фактически, уже выходить к границе с Германией, что, кстати, и послужило основанием для этого мифа, что, мол, собирались Германию сходить. Получили мощный удар во фланг, и в результате война с Польшей была под свытью проекта. Но поляки тоже не способны были серьезно развить успех, поэтому пошли заключение мира, но вот Западная Украина и Западная Белоруссия оказались под поляками. И там как раз колониальное управление, вот есть такой термин «осадники». Это польские граждане, которые получали лучшую землю на территории Западной Украины и Западной Белоруссии, имели право носить оружие и составляли с собой вооруженные поселения, которые должны были препятствовать любой борьбе за независимость местного города. Кстати, «осадники» — это была та часть, которая поменялась в судебном председании после 39 лет. Вот, собственно говоря, ответил на вопрос? У вас на небольшой вопрос. Как вы считаете, если бы у Китая перед глазами не было печального, наставляющегося Советского Союза, они бы справились с примерно аналогичной приюляцией, в конце 90-х годов, в конце 80-х годов, которые они переживали, или нет? В Китае есть целые научные заведения, которые занимаются исследованием как раз-таки именно почему Росполоса Советского Союза. Они очень серьезно участвуют этот опыт, ну, как сами понимают, и стараются найти гражданые доступны. Например, одним из основных моментов является то, что они, в связи, крайне жестко борются с любым поползновением бизнеса с лицей с партнерной платой. То есть, людей, входящих в первую десятку, так сказать, в список государств, умудряются ставить к стенке и расстреливать, как из руководства политического Китая, так и из самых богатых бизнесменов. Например, там самую богатую женщину бизнесмены расстреляют. То есть, они любой ценой пытаются не допустить бизнес в политическую власть. Именно для этого. А, и, кстати, там реально все-таки работает по поводу решения социальных проблем. Когда у нас пенсионный возраст растет, в Китае его, кстати, понижали. Возможно, печальный пример увидел на территории Китая. Не знаю. Я хотел прочнить. То есть, получается, что сейчас Китай – это, можно сказать, продолжение Советского Союза? Я бы не сказал. Все-таки территориалистические отношения в Китае зашли очень далеко. Но я считаю, что Китай бесконечно сидеть на двух стульях не сможет. То есть, там либо буржуев будет власти быть, реставрированностью как Толеск, либо придется коммунистической партии Китая тушить буржуев, и тогда наш большой террор окажется совсем маленьким незаметным террором. Ну, у меня примерно тоже вопрос был. Китай сейчас строит коммунизм? Нет. Но в конечной цели у него записано построение коммунизма. Это вот КПРФ, она коммунизм не скроет, у нее это даже в программе. А Китай друг коммунистам всего мира? Как был Советский Союз все время? То есть, помогает прийти к власти или как-то построить более справедливое общество? Вот в Африке, например, Китай же сейчас сильно действует? Сильно действует, но действует именно в отворничной политике, скорее как в капиталистической государстве. То есть, в первую очередь, пытаются отслеживать свои прагматичные интересы, на этом, кстати, теряют часть возможных средств. А это в свете предстоящего противостояния с НАТО не очень здорово. Но здесь уж кто победит? Жадность или салитарность? С Вашей точки зрения, как можно объяснить странное отношение Финляндии, руководство России, Союза в 17-45-м годах? Во-первых, Финляндия являлась частью Российской империи очень относительно. Зачастую даже в российских энциклопедиях указывалась численность населения Российской империи без Финляндии. То есть, это территория, которая была частью Российской империи только по унии с царской семьей. То есть, император Российский является одновременно князем Финляндским. Вот как князь Финляндский, он, собственно говоря, Финляндии управляет. В Финляндии отдельная конституция, отдельные законы. И ничем другим, кроме личной унии, она с Российской империей не связана. То есть, свергается монархия в России в феврале 17-го года. И юридически Финляндия автоматически становится независимым государством. И вот, сначала у большевиков было относительно ровное отношение к финнам в связи с тем, что... Ну как, финны сначала предложили помощь белогвардейцам в обмен на то, что те признают их независимость. Вот Колчак, допустим, не хотел признать их независимость. Поэтому они обратились напрямую уже больше лета. Типа, мы не будем поддерживать белогвардейцев, если вы признаете независимость. Но вот, так как у нас действовал сам принцип право нации на самоопределение, то наша независимость пока отдельная. И в этом отношении вроде бы было все нормально, хорошо, но дальше к власти Финляндии пришли финанские националисты. Самая яркая фигура там – это президент Свин, который вещал о том, что граница естественной Финляндии – это Урал. То есть так скромно, со вкусом. И Финляндия, она сразу присоединилась, по сути, к Малой Антанте. То есть такой поиск безопасности был вокруг Советского Союза, который поддерживался большой антенкой вооруженности. Вот опять же момент, который нужно понимать. После Гражданской войны Красная Армия была, например, по численности меньшей курсой. То есть она насчитывала 512 тысяч человек. И когда строилась линия Сталина, она строилась именно для того, чтобы вот все эти вот шушуры многочисленных, которые действовали при поддержке Большой Антанта, чтобы можно было припомнить линии укреплений, которые братьям все равно было вроде бы нечем. И в это время отношения с Финляндией сильно ухудшились, достигнув пика во время, собственно говоря, Советско-Финской войны. Которую нас многие считают поражением Советского Союза, но при этом война была завершена с довольно коротким сроком. Ну, примерно, как у нас обещали завершить войну в Сирии за три месяца. И там за три месяца уложился. Так вот, финская армия была разгромлена, Финляндия приняла все условия Советского Союза. То есть все, которые были при претензии Советского Союза перед началом войны, все были удовлетворены. Без какого-либо обмена состава Советского Союза, которые раньше и сейчас были. И финны с радостью приняли участие в нападении на Советский Союз, так называют они войной продолжением. Но когда стало ясно, что главный союзник нацистская Германия проигрывает, они срочно отбросили и нацистскую тематику, и антироссийское настроение, и приступили к разгробу немцев. То есть там было 11 немецкие дивизии, которые были разоружены Финлянью. То есть они как бы перескочили на сторону победителя. И дальше финское правительство, оно собственно говоря, исходил скупом. То, что выгоднее всего маневрировать между другими лагерями. И поэтому Советский Союз обеспечивал Финляндию заказы для судостроения, для бумажной промышленности, то есть все, что хотели финны продавать. А взамен за это финны помогали обходить любые санкции против Советского Союза. То есть, например, когда Рейган ввел запрет на продажу от Соединенных Штатов против Советников, пришел труб для трубопроводов высокого давления, эти трубы стал покупать Финляндию и продавать Россию, продавать Советскому Союзу. То есть Финляндия исходила из выгодного сотрудничества. То есть, находясь между лагерями, она позволяла себе получать с этого очень хороший уровень жизни. То есть он же не на одном месте взялся. Как всегда, все издали. Нет, в данном случае, когда финны забывали о деньгах и начинали думать о национальной гордости, для них начинались беды. Путь открыл был к реставрации, сама реставрация все-таки началась при Горбачеве. Получается, что коммунистическая партия, то есть акцент коммунистов, что они не причем, что они пропустили в будущем, ну, не пардон, я снимал, и не вернуется назад. Ну давайте, по-моему, объясним тоже к нам. Кстати, я всего года даже это объяснял. Коммунистическая партия на самом деле выработала после гражданского времени довольно строгие критерии приемов своих членов и собственных членов партии было не так, что и мы. То есть они составляли население нашего дорогого партия. И вот требовалось как. Знание, теорию, ментопатермистическое мировоззрение, и когда человек подавал заявление, нужно было, чтобы для него получилось два члена партии. И человек становился лишь кандидатом в членов партии, да? А потом, после проверки, когда убеждались, что он годится что-то стать членом партии, его туда принимали. Поэтому партия была не очень многочисленной, но хорошо теоретически подкованной, и понимающая, чего она делала. Затем у нас была Великая Отечественная война. В ходе Великой Отечественной войны честность партии возросла в полтора раза. Но при этом погибло больше коммунистов, чем погибло коммунистов, чем погибло коммунистов. То есть большая часть послевоенного состава партии, это люди, которые принимались в партию, потому что они хорошие люди, готовые защищать оружие. То есть это когда человек пишет заявление перед боем, мол, «Смерть хочу принять коммунистов», «В бой хочу пойти коммунистов». Ну, как такое на человек 5K? Никак. Но партия послевоенная по уровню теоретической подготовки, уступала в разы, то есть очень сильно уступала, до военной партии. Именно поэтому там легко проходили популистские решения, типа того, что было в 20-м съезде. Партия больше не могла уже останавливать нормально вот деятельность крупных чиновников, чего она была способна делать до войны. И пока еще был жир Сталин, все еще держалось более-менее, так сказать, ровно, потому что на голове стоял человек, который с идеологической точки зрения все нормально понимал. Но после его смерти началась вот как раз таки борьба за власть в партии. Видимо, сначала партия-то выбран даже не... Почему? То есть сначала это была группа МРП, а затем в результате, по сути, перевороны от власти пришел и пришел. Партия эта, в принципе, поддержала. Вот 20-й съезд партии, это лучше всего по 20-й съезд партии его решения. Почитатель Мао Цзутула, который как раз таки рассказывал, так сказать, что он видит в этом 20-м съезде партии, и что в дальнейшем это неизбежно приведет, вот то, что там принимается решение, к распаду Советского Союза и к поражению там климата, технологической техники. После этого у нас, так сказать, Мао Цзутула был объявлен зленьшим врагом, уже американцем, но, как показывает история, он оказался прав. А как получается, что победа в Европе отечественного это способствует распаду Советского Союза? В какой-то мере так, Советский Союз был очень сильно ослаб, в Великой Отечественной войне, в демографическом плане, и в плане как раз таки лучших людей, которых не знали. Я хотел спросить, по поводу плана «Голд-Голд-Голд». Там же еще прошла очень мощная индустриализация в 20-30-е годы. Сначала план «Голд-Голд-Голд-Голд-Голдов». Потом индустриализация. для того... Это план и принимался для того, чтобы можно было строить предприятие. Потому, что предприятия с приводом от лошадей, педальными приводов, еще какие-то, они не очень интересны. Интересны, чтобы от электричества Я как раз хотел спросить финансовую подоплёвку, в разрушенном государстве откуда столько денег, золота, чтобы провести такую индустрию и взяться в стране? Это вопрос распределения. Дело в том, что когда в государстве люди какие-то работают, что-то выращивают, а как-то в другом услуге, принедёт какая-то торговля, деньги всегда в государстве имеются. Вопрос в количестве денег, да? А если вы имеете в виду, что денег больше или меньше есть, то дальше идёт вопрос распределения. И если не нужно строить дворцы, делать самые большие в мире яхты, покупать дорогостоящие произведения искусства, устраивать чемпионаты мира по футболу и так далее, то неожиданно оказывается, что денег-то хватает на полезные деньги, а не только на поддержанные штампы. То есть здесь идёт вопрос целиополагания, на что мы тратим деньги? То есть разруха после гражданской войны всё равно финансы сохранила? Советский Союз обогнал в целом по уровню производства Российскую империю уже в 1826 году. Именно потому, что это производство шло на развитие производства и на повышение благосостояния граждан. Если бы оно шло на обеспечение предметов роскоши... Здесь момент какой? Например, в Российской империи одна из самых неприятных для больших статьи расхода была свержение императорского мира. А в Советском Союзе было всё достаточно скромно. И дворцов, и дворцов, и дворцов. Они принадлежали российскому императору. Они были отданы для самых различных нужд. Например, дворец в Леваде, знаменитый, шикарный. Он был отдан для лечения колхозников. То есть как санаторий. При этом туда не мог попасть председатель колхоза. То есть только для ледовых колхозников. А не для партной номенклатуры. То есть дворец Троцкий себе не забрал. Ленин себе не забрал. Даже вот Фронзе себе его не забрал. А императорскую яхту, штандар, её переделали в минный заградитель для Балтийского флота. Они стали использовать личных прокатушек на рыбалке. То есть если смотреть, что чего-то не хватает, нужно посмотреть, куда это ушло. То есть сколько денег выведено за рубеж? Построили у нас самую большую в мире яхту для развлечения такого богато уважаемого человека. Возит, допустим, крупный государственный чиновник своих собачек на бизнес-джете в Европу на собачью выставку. То есть двух корги везти на самолете. Это перевоспределение. Дело в том, что когда у власти находятся богатые, им не нужно, чтобы ты жил хорошо. Поэтому не нужно, чтобы нормально работала экономика. Если ты будешь жить хорошо, у них не будет от тобой власти. Разве не так? Я смотрю, тут народ уже начинает разбегаться. Некоторые люди уже пришли. Вопросы как-то особо в лучшем. Ну, давайте. Ваш прогноз на все-таки шутку человечества. Ну, вспомним Слава Макс, он говорил, что, значит, история вся человечества до социализма — это детство. Человечество происходило, говорят, инстинкты, и не рациональное освобождение управляет ходом событий в мире, а во многом даже управляет вот эти инстинкты. Ну, тогда, когда был Советский Союз, как-то это воспринимали, ну, да, хорошо говорится, что по нас бедность. Ну, вот сейчас во всей России мы видим, к чему человечество пришло после гибели Советского Союза. И сейчас заходит по тому, что нам надо говорить. Значит, такой вопрос, Ваш прогноз. Какие же силы найдутся, и где они, которые, ну, как бы ум, честь, условие, как бы мировой прогрессивный человек, где он, если есть это, чем же закончится? Вот, просто такой. Ваш этот вопрос, вот, там, первый. Вообще он должен донимать сегодня все человечество. Ну, человечество, как всегда, когда его куда-то приводят, ахнет, а уже получит то, что он должен получать. Так вот, здесь, получается, я вижу два вопроса. Первый вопрос – перспектива. Ну, Вам какой вариант прогноза? Плохой или очень? Любую. Дело в том, что сейчас капиталистический мир находится, по сути, а он где сейчас практически? Капиталистический, да? Находится на грани, во-первых, мировой войны, которая, скорее всего, как раз с конфликтом между Соединенными Штатами и Китаем начнется, со всеми радостями мировой войны при возможном использовании для верного оружия. То есть очередная мировая война становится страшнее предыдущей, да? При этом само это общество потребления, оно перспектив развития особых не имеет. Это тоже можно посмотреть. Когда была конкуренция между социалистическим и капиталистическим лагерем, да? Битва зоны. Как стремительно все развивалась. Экспедиции к Венере, высоты на Луне и так далее, да? Развитие токамаков, то есть на ближний пост вышлик термоедерной энергии, да? И что мы видим сейчас? Зеленые энергии и ветвяки. Давайте кушать неотшлифованный рис, да? Который стоит почему-то дороже шлифованного. Наверное, потому что шлифовка имеет отрицательную устойчивость, да? Давайте вот больше потреблять и желательно ничего не делать. Безусловные доходы, которые мы считаем в Европе. То есть фактически человечество начинает превращаться в паразитат. Перспектив развития подобного общества, кроме регулярной, так сказать, резни друг друга, такого, что мы чего-то делим, никаких особых нет. Это неплохой паразит. Плохой паразит выглядит иначе. Дело в том, что сейчас человек все больше пытается все предложить на любые машины, в том числе даже на убийство других людей. О чем, кстати, предупреждали еще писатели-фантасты, когда вырабатывали три закона робототехники, которые никто не соблюдает, потому что самый совершенный робот сейчас это убийцы. Правильно? То есть здесь больше похоже на терминатор, а не на карлочек. И вот здесь такой есть момент, что, возможно, человечество выполняет свою роль, создав машинную цивилизацию, на которую вызывают и управление, и производство, и в итоге человек превратится просто в обыкновенное животное, статус линячий, которое опекается его такими. Ну, пока они не решат, что опекать его не нужно. Да, и тогда у вас будет уже не человечество, человечество исчезнет, а будет машинная цивилизация, где будут помнить о том, что когда-то их создали люди. А теперь на тему того, как это можно изменить. Изменить это можно только одним способом. Если люди будут сами стараться управлять своей жизнью и строить свою жизнь, то есть не перекладывать это на кого-то другого. Когда вы ищете, где та ум, честь и совесть, которая вас спасет, то начинаете с просмотра в зеркало и думаете, наверное, что-то нужно сделать. Да? Мы в этой беседе уже не знали, как мы знаем. Мы знаем множество примеров, когда мы перенеслить на работу. Есть, скажем так, очень спорные ситуации, когда то, что он пытался делать, в ходу каких-либо причин, не получалось. По вашему мнению, он выполнял свою функцию хорошо или нет? Он выполнял свою функцию хорошо, но дело в том, что пока в Советском Союзе строили коммунизм, можно было реальной операцией на коммунитет. Когда коммунизм, практически, строить перестали, вот так. Можно почитать определения, которые даются по построению коммунистического общества у Ленина, у Сталина, то есть 20-30-е годы, ознакомиться с этим. А можно посмотреть, как определяли коммунизм при Хрущевле, когда коммунизм превратился неожиданно из устройства общества, превратился в уровень потребления. То есть, если у каждого есть много колбасы, машины, квартиры отдельно, это коммунизм. Когда Хрущев тогда заявил, это, я думаю, тоже старшее поколение не помнит, тут у ровесники и старших, там обещали, что в 1680-м году будет коммунизм построен. То есть обещали построить за 20 лет коммунизм, потому что тогда будет достаточно колбасы, достаточно машины, квартиры. Коммунизм, он не правит. И вот когда в Советском Союзе уже не строится коммунизм, какой коментарь он может возглавлять. Коментарь, то есть, посредством коммунизма. Колхозы в Советском Союзе после коллективизации, что я себе представляю. Одна деревня или село – это один колхоз. Все друг друга знают. То есть, работает нормальная система управления. То есть, по сути, сельсовет и правление колхоза – это одни и те же люди. Это все тесно связано. Я же говорю, когда это касается у нас ситуации в 30-х годах или даже в 40-х, начале 50-х, это все-таки именно как. Это могут быть разные люди, может быть один человек, но это все люди, которые друг друга знают и живут в одном населенном пункте. То есть, действует система, по сути, деревенского мира. То есть, система местного самого управления. При этом колхозы сами по себе не имели сколько-нибудь значительного количества сельхозтехники. То есть, для работы колхоза, для осуществления сельхозработки, арендовалась техника в машино-тракторных станциях вместе с механизациями. Которые представляли из себя машино-тракторные станции советские предприятия, но не входили в состав колхоза. Когда произошла реформа Хрущева, что произошло? Во-первых, машино-тракторные станции были ликвидированы и вся техника передана в колхоз. Это привело к тому, что уровень обслуживания техники резко упал, а техники стало резко не хватать, потому что каждый колхоз эксплуатирует на своих полях технику. Раньше машино-тракторная станция успевала по очереди обработать, допустим, поля нескольких партнер в колхозе. Сначала на окно другого крылья, из-за этого, так сказать, в разное время производили СЕФ, использовали разные сорта для того, чтобы как раз таки развести по времени. Здесь это использоваться перестало. Механизаторы стали гораздо менее загружены в колхозе, и вот, во-первых, что происходит? В колхозе, где до этого наемных работников, кроме, пожалуй, бухгалтера, в общем-то, и не было, все остальные работали по принципам артили. То теперь механизаторы в колхозах стали наемными работниками. Второе. Укрупнение колхозов, когда несколько деревень или село являются колхозами, привело к разрушению вот этой системы управления на уровне сельсовета и управления колхозом. То есть не везде произошло, но часто стало происходить. Потому что уже речь шла о людях, которые друг другом не пересекались, возможно, даже никогда. Но если говорить о цифрах, то в целом, если хозяйственная реформа еще привела к снижению фонда отдачи, то есть выход на использование определенных основных травм. Так вот, в этой отдаче снизилось все на 40%. Что равноценно экономической катастрофе. То есть именно с этого момента сельское хозяйство Советского Союза стало потенциально необычно. Украинец был вообще. Украинец. Дебил он был. Это кавпаг был украинец. Управлял нами. Вопрос для молодого поколения. Можете объяснить, в чем разница была между совхозами и совхозами? Совхоз – это предприятие государственное. То есть собственность является государственным, то есть земля и имущество. И предприятие управляется по принципам колхозской техники. Назначается директор совхоза. Нанимаются соответствующие кадры. То есть это предприятие, которое работает как завод. Колхоз – это артель. То есть самоуправляющееся предприятие. Собственником являются как раз таки все члены этой артельной колхозы. То есть земля в колхозе принадлежит не государству, а колхозу. Поэтому, например, колхозник любой может выйти из колхоза со своим наделом земли. На протяжении всего Советского Союза это работает. И колхоз выполняет какой-то план с данным государством. Все остальное идет на обеспечение колхозом. То, что называется обычно как трудодни. Трудодни – это всего лишь способ учета труда колхозника. То есть когда колхозники эти трудодни под конец рассчитывают, то после продажи урожая они выплачивают в соответствии с трудоднями собственно для заработка каждого колхозника. А в совхозе люди просто работают за заработку. То есть поэтому одно – это государство, предприятие – другое. Это другая форма общественной собственности – это собственность артеля и коллективная собственность. В этом году в скором времени еще одно знаменательное столице, и не только для всемирно-историческое подобное СССР. Это столице, доморождение Александра Зиновьева. Вот мне хотелось бы, чтобы вы дали оценку этому человеку. И второй вопрос, я хотел бы, чтобы вы уделились впечатлениями о нашем городе. То, что вы успели это видеть, почувствовать, может быть. Ну давайте сначала Зиновьева, хотя, конечно, город лучше, чем Зиновьев. Так, Зиновьев, ну как, человек, который выступал как откровенный антисоветчик, но постепенно, так сказать, несколько разрял и стал менее ярко выраженным антисоветчиком, как советским человеком Владиславом. И, собственно, для таких людей, мне в чем-то нравится, ну так, у них есть взгляд, который они готовы отстаивать и защищать. Поэтому, ну если хотите, можете читать Зиновьев. Ну, хотя, на мой взгляд, лучше почитать вашей дистанции. Мне тоже по себе. Так вот, то, что касается ваших городов. В город мне понравился. Понравилось то, что здесь не тесно. То есть, нет вот этой точечной застройки, нормально, как у вас. Где там можно в высокой тонах друг с другом просто перебрёвываться и заниматься. Так вот, нет вот этой вот совершенно невыносимой, постоянно куда-то бегущей толпы. Вы знаете, здесь все знают, что где находится. Если в Москве остановить человека и спросить, как пройти туда, то он скажет, извините, я не местный. Так вот, что не понравилось? Сколько же у вас автомобилей? То есть, в небольшом городе увидеть пробки – это редкость. Вот, у вас эта редкость есть в полном масштабе. То есть, проезжают какие-то чудовищные стоянки на поезде, допустим, где-то. Поезд приходит в какое-то конкретное время. Один раз в сутки. То есть, казалось бы, вот, зачем в это время ехать на переезд? Это все знают, когда переезд закончен. Нет проезжая переездов, там стоит пробка, уходящая так вот за лупой, там за горизонт. То есть, вот этот момент, конечно, не порадует. А в остальном, на мой взгляд, город прекрасен. Кормят вкусно, дома красивые, люди тоже любят. И музей у вас порушил. Вот, кстати, реально, шикарный музей. То есть, у вас, конечно, нет ни пермитажа, Левиковской галереи, зато у вас есть музей, вот, ядерное оружие, музей Харитона. То есть, и там те, кто рассказывают, они реально знают то, о чем рассказывают. Они просто, типа, напомнивают какой-то готовый текст. Так что, завидую я вам. Приезжайте к нам еще. Ну давайте, наверное, на этом запугаемся сейчас. Может быть, какой-то последний вопрос? Ну давайте, очередной, последний вопрос. Если, так говорится, жанра, ассенитивную историю вопрос. Если вы победили белый силы, какой был вариант, узнал Россия? Нестабильная демократия с неизбежным реваншем коричневой хоккеевской республики или власть диктатора-адмирала, а все реальные политики? А давайте вот посмотрим. Вот у нас есть Красновый, который ориентируется на немцев. Ориентируется немцем и вооружается. Франскую армию. Его, правда, разбили, но, в принципе, все равно эти силы были как-то подставлены. Деникин, который ориентируется в первую очередь на англичан. Колчак, который ориентируется на англичан, французов, японцев и американцев. То есть тупо на всех. Все в конце всех и так далее. На японцев и американцев не ориентируется совершенно. Ориентируется, опять же, только на англичан и французов. Господи, как, Иоанн Юденич? Да, Юденич. На севере мир, который ориентируется только на англичан. То есть куда мы ни плюнем, везде есть кто на кого-то ориентируется. Семенов, который на японцев ориентируется. Есть еще белокитайцы и всякие и так далее. И вот начинают побеждать, допустим, белок. То есть большевики чего-то накосячили и проиграли. И в результате народ растерянности. И в итоге у нас появляется несколько правительных в России, каждый из которых имеет свою армию, ориентируется на разные политические силы. Эти политические силы им отдаливаются имуществом Российской империи. Отдаленно похожим на патриота, и тут только отдаленно похожим, но выглядит разве что врагом. Колчак, который объявлялся вранителем России, он вообще официально английский офицер и служит английской комиссии. Он даже и в форме так налазил в английский. И вот что ждет в этом случае Российскую империю? Во-первых, империя не выставила. Почему? Потому что из руководства Белого движения я, например, монархист нашел только одного. Это тот совершенно был. Кровавый от мороза к бороду к Монгерам. Все остальные республикации, которые испергали на цене, в загородах этим участвовали. Все они ориентируются на разные зарубежные силы. Никто из них не ориентируется на свой народ. Ни один из белых вот этих вот главарей, он не ориентировался на круглящихся, на крестьян, на рабочего. То есть, если никто ориентировался на крестьян, он был, пожалуй, Махно, но он не был белым. С ним белый вообще никогда не о чем не договорился. Поним? И вот что тогда получается? Вот получается то, что возникает куча анклавов, как в Китае после Синьхайской революции, вот эти вот там. Здесь земельный магнат, здесь земельный магнат, здесь земельный магнат, здесь земельный магнат, все они имеют военную силу и устанавливают собственную жизнь по своим правилам. Вот такая славная перспектива. Потому что белые, они вообще даже единого движения не представляли. Они друг друга не признавали. А СССР империей всё-таки или это было от государства совершенно другого типа? Империя. Есть два определения, по сути, империя. Одно – это государственный магнат, который стоит император. То есть, по сути, царь-царей, поддыхает, шах – это всё империя получает. Ну, шах и шах. То есть, когда это меняет несколько адеменов и возглавляется императором. Это империя. Это так считается в союзных полях. Кроме того, есть такое понятие, как колониальная империя. То есть, допустим, французская республика является империей. И империей, понятно. Это когда есть метрополия и есть колонии. Или, как в Римской империи, были провинции, которые, по сути, были колонии. Да? В Советском Союзе не было колоний. Не было императорской власти. Это была республика. И не было, собственно, расслоения людей по национальному или территориальному признаку. Почему не было? По национальному или территориальному признаку. Я же сказал. Вы даже не даете мне это говорить, потом спрашиваете, почему. А что, было? Нет, вы правы, вы правы. Поэтому Советский Союз империей назвать нельзя. Даже сейчас Китай нельзя назвать империей. Да. Вот Ирина Китая. Ее называют «розы». Несторые папиры, без кавычек. Вот, все-таки, на сегодняшний день, у человека вообще и общество, наверное, тоже есть такое понятие, как «благодарность». То есть, кто-то сделал, а мы не делаем. Даже если это было давным-давно, и, в общем-то, не просто из благих побуждений, а, может быть, и из корыстных даже. Ну, не важно. Вот на сегодняшний день, вот в нынешней своей, так сказать, ипостаси, вот в той ситуации, которая на сегодняшний день, Китай понимает, отдает себе отчет, что он великий и могучий второй экономик мира, которая в перспективе может стать первой, что все только благодаря тому, что существовал Советский Союз. Когда мы говорим о Советском Союзе времен Сталина, то там в Китае как раз называли Советский Союз «старшим братом». Все прекрасно понятно. Когда Советский Союз стал враждебен по отношению к Китаю, там уже такой речи не шли. Но это уже был не тот Советский Союз, который оказывал бескорестную помощь Китаю. Это был уже тот Советский Союз, который, извините, устраивал кровавую баню из-за отмели около китайского Бельгария Китуса. То есть я считаю, что там, например, Советский Союз поступил очень эффективно, пугающим и совершенно просим. Потому что это было просто, по сути, то остров, то не остров, там когда был ниже уровень воды, там просто эта часть оказывалась частью Китая. Это просто заливной лоб, по сути. И ради него устраивать битву, это, конечно, было странно. Тем более, что, я говорю, примыкать к китайскому берегу. Ну, и тогда действовал очень неравноправный доковорок заключенных с Китаем еще в Российской империи, где границы по рекам Усуи и Амур проходили не по центральной руке, а по китайскому берегу. Дальше у нас сейчас есть Российская Федерация, которая вообще не Советский Союз, да? Которая долгое время, особенно в 90-е годы, объявляла Советский Союз черной зоной, так сказать, исчадием зла. И все, и у нас действовала даже комиссия специальная по этому поводу, да? По десоветизации, по сути. И вот, кому должен, в данном случае, Китай искупить бургановость? Советского Союза не то. Ну, хорошо. Вот говорил в свое время Зинович, как же давно люди, вот так сказать, что цели ли сойти, сказать, попали в Россию? Ну, давайте знак Рождества поставим тогда. Китай умеет отчет себе держать то, что он России обязан, что он великий и что он красный до сих пор? А России он этим не обязан, но обязан этим Советскому Союзу. Не, я не понимаю, как вот, допустим, вы считаете, вы можете провести знакомство между, допустим, Советским Союзом, который называем Гитлером, и той самой российской РСПЦР, которая объявила о своем суверенитете от Советского Союза. Вот это как вы можете так просто считать чем-то одним? Ну, это как горячее государство едет, да? А мы о чем едем? Китайцы вполне нормально относятся к великому русскому народу, но дело в том, что у китайцев, учитывая, что у них очень коротенькая, маленькая история, тысяч пять лет где-то не берется Марсом, да? Так вот, и учитывая их количество, размеры, их клад в мировую культуру, у них действуют понятия цветущей середины, поднебесной, то есть в центре под небом находящейся страной и так далее. То есть есть Китай, есть окраина. Вот этот момент у китайцев он был всегда, он есть и сейчас. То есть вот это как в стиле одного какого-то другого типа. Типа. А, чего? Скажи, а Париж это далеко? А дальше жмель? Раз в десять дальше. Надо же, какая глушь, какие вещи нет. Вот и китайцы все, что не Китай, так глушь. Ну два, он здесь, Китайский ширинит. Не особо сильно выраженный, кстати, у японцев гораздо более сильный ширинит. Ну, на этом, наверное, давайте на сегодня все. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok